Смотрите, вот еще один из видов Андерсенграда. Вот такая лестница, не знаю куда ведет, и вот такая башня. Здесь есть еще одна лестница. Скорее всего, какой-то черный вход от кафе, которое здесь должно находиться. Сейчас мы поднимемся сюда и посмотрим, что тут вообще на самом деле. Пространство позиционирует себя как детская выставка, но я скажу, что не так уж много тут и детских забав. В основном, вот какие-то такие арт-пространства, где можно полазить. То есть, вот там феатр, смотрите, здесь, возможно, какие-то концерты или какие-то представления проходят. Вот здесь вот такой замок с витражами. Ну, вот, соответственно, скамейки, где, возможно, все это можно было смотреть. Вот все это вот так вот в каменном стиле сделано. Сейчас мы зайдем вот в эту дверку, то поменьше можно зайти и в эту. И пойдем дальше. Смотрите, как здесь здорово. Какие красивые балкончики, башенки, дверки резные. А вот это здание с другой стороны. Да, тут пахнет едой, и, скорее всего, это кафе. Смотрите, какие башенки с такими окошками. Какой-то розовый домик красивый. Сейчас мы посмотрим, что это. Вот это, скорее всего, да, это кафе «Белоснежка». А мы пойдем дальше обозревать эти красоты. Видишь, как здорово. Нет, офигенное, на самом деле, строение по своей задумке. Здесь есть прокат спорт-инвентаря. Так, что это? Судя по ножницам, похоже на какую-то цирюльню. Здесь обычная скамеечка, где можно, видимо, отдохнуть от жары или что-то такое. Какие крутые тут башенки. Вот так вот все здесь сделано. Интересно, куда идет вот эта вот лестница. Ну, на самом деле, никуда. Она обвела меня вокруг дома и вывела вот к этой же башне. Очень, кстати, красивый и крутой. Вот и Стас позади. Вот это здание мы уже два раза проходили. Вот это снова кафешка. А здесь, видите, какая крутая пушка. Красавица-пушка. Внимание! Лафет находится в аварийном состоянии. Наверное, были желающие с пушкой небольшой. Наверное, были желающие на нем скакать, лазить, прыгать и прочее. Поэтому решили оградить желающих. Вот здесь, смотрите, такая далее идет стена. С окошками. Вот кульмина. О, кстати, простите, что отвлекается. Видите, какой крутой сковоречник. Он прям с делом, с имитацией окошек и дверок. А вот наш любимый, наш великий писатель Андерсон. Смотрите, сейчас мы потрем его ручку, и все будет хорошо у нас и у всех. Очень красивое и милое место. Смотрите, башня с часами, ворота. Сейчас мы узнаем, куда они ведут. А вот здесь что нас ждет? Мы когда-нибудь видели что-то более милое? Это же он, тот самый стойкий оловянный солдатик. Смотрите, он на одной единственной ножке. Вот так стойко стоит и охраняет вход в эту башню с часами. Его, кстати, тоже можно потереть. Загадать желание. Сейчас я покажу вам. Он почти с меня ростом. Может быть, ну, немножко пониже. Вот такой вот красавец. А сейчас мы зайдем... Так, сюда мы не зайдем, здесь замки. Кстати, вот там тоже такие же ворота. Сейчас мы зайдем в эту дверь, украшенную крутейшим фонарем. Так смешно. И что нас здесь ждет? Обратная сторона ворот. Вот это как раз прокат спорт инвентаря. Там можно взять велосипед на прокат. Вот здесь много сосен. И эта башня, с другой стороны, не менее красивая. Сейчас мы пойдем по мосту. Смотрите, какой он классный. Тоже украшен фонарями. Интересно, ночью эти фонари горят. Вот такой мост. Вот такие миограды. Какие милые заморочки. А тут мальчик нам советует идти по деревянной лесенке. И вот какой крутой зонтик. Вот скамейка. Из цветного стекла. Сейчас я к нему тоже подойду. Смотрите, какая красота. Очень крутая площадка, кстати, для фото, для видео, для всяких сюжетов. Это высокая башня. Вот здесь другие здания. И вот полностью этот замок. Замок, дворец, или как его назвать. Прикольная вещь. Я не жалею, что сюда съездила. А вот здесь вот какие-то пейзажи. Возможно, это тоже какие-то герои сказок Андерсона. Хотя я не помню, у него рвется Арина конях. Может, это не совсем из его сказок. Сюжеты, конечно, вот эти ажурные скамеечки везде. Вот башня Крутанская. Обязательно приезжайте сюда. Особенно, если вы будете милы, проезжайте. А вот у вас стоит. С детьми, без детей. Неважно. Очень красивая вещь. Андерсон написал, в принципе, не только для детей. Написал также и для взрослых. Интересно, будет когда-нибудь что-то подобное, посвященное Оскару Уайльду? Он же тоже был гением сказок. А вот писал сейчас и для взрослых, конечно. И вот мы снова подошли к конфитеатру. Субтитры делал DimaTorzok